всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня начинаю такой влог немного обо всем все как обычно я вам сегодня хочу показать свой заказ асфоберлик он ко мне тут на днях приходил я что-то забыла предыдущее видео вставить вот так что покажу вам и хочу ответить на пару вопросов по поводу моей новой собачки джуси ну по поводу ушек могу сказать сразу что давние ушки не стоят где-то до 5 месяцев они могут у него подняться даже если не поднимутся мне на самом деле все равно даже если у нее есть какие-то примеси в породе то есть что она не чистокровная мне как бы тоже все равно мне собачка для себя не для выставок ни в коем случае вот это первый как отнеслись мои животные джуси кошки вообще все равно она подошла ее понюхала и пошла дальше по своим делам и вообще никак не обращает на него кстати никакого внимания вот что касается кота кот за ней из-под тяжка наблюдает он к ней не подходит к себе не подпускает вот но она к нему особо и не лезет но дайте она там где-то кушает он за ней смотрит найти она там играет бегает он за ней наблюдает в общем такой а насчет собаки ну я могу сказать сразу что я не из тех людей которые заводя новое животное перестают любить то которое было то есть я люблю абсолютно всех животных и никогда их не гоняю ничего с ними не шугаю и так далее из-за того что у меня появился кто-то новый у меня много животных это действительно правда я их очень всех люблю и за ними ухаживаю за всеми они ну это видно что у меня все животные очень ухоженные и я скажем так не жалею тратить на них не свое время не средства так что в этом плане все в порядке что касается моей собаки лабрадорихи которая зовут бона у меня есть один огромнейший просто огромнейший девочки плюс заключается в том что моя лабрадориха и кто меня давно смотрит знает я уже говорил неоднократно она стала перебирать у меня еду у нас проблемы желудочно-кишечным трактом и ей нельзя голодать то есть ей а если она голодает больше суток у нее начинается рвота и потом все это заканчивается приступом капельницами и всем остальным но она ей много что из продуктов соответственно нельзя имея проблемы с желудочно-кишечным трактом и она у меня такая вредная мадам она решила что она будет перебирать жуткой едой что вы понимали раньше она ела все подряд я даже удобрить грядки не могла потому что она все это выкапывала и съедала вместе с землей она ела паданс и яблок она ела ну абсолютно все но вот сейчас вот у нее другая история она может даже не есть те продукты которые раньше она любила но кроме мяса мясо на как любила так любит но насчет кормов да она перебирает она сегодня есть завтра этот же корм она не ест и зачастую нас бывало такое что я и ставила миску с едой и она съедала только к трем четырем часам дня это то ей постоянно об этом все напоминали что она не поела и так далее в общем вот такая вот она была вредна как появилась нас джуси которая вытащила из миски пару кусочков после этого бона решила что нет она больше так делать не будет и теперь она у меня завтракает и ужинает как положено и причем с огромным аппетитом видно смотря на эту маленькую вот и ну и за ней естественно тоже подъедает она так что так что вот такой вот огромный плюс и дом у меня большой у нас почти 240 квадратных метров и каждый член семьи и дети и животные у нас могут найти себе местечко где они побудут одни они трутся знаете и друг об друга и поэтому для них для всех есть возможность спокойно отдохнуть поспать побыть наедине с самим собой и наверное поэтому у меня конфликтов у животных доме не случается я думаю что это связано именно с этим с тем что каждый находит себе свое место в доме и это здорово тем более есть еще прилегающий участок на котором можно побегать порезвиться и заняться всеми своими делами которые необходимы вот так что вот так вот так что я надеюсь ответила на все эти вопросы и если это не чистокровный шпиц то ну девочки меня самом деле вообще все равно я не ищу ни в коем случае не ищу чистопородных животных и на выставке ходить не собираюсь разводить я их тоже не собираюсь поэтому все хорошо поэтому просто у меня будет такая маленькая малявочка черно-белая с рыжим который зовут джуси вот ну давайте вам покажу свой заказ фаберлик ссылочки как всегда я вам оставлю все внизу инфобокс сейчас получила заказ фаберлик свой и хочу вам его показать он на самом деле очень прикольный я тут кое-что померила заказала кое-что из одежды но давайте потом давайте начну с бытовой химии каталог во первых положили тоже полистаю всегда обычно листа новиночки всякие смотрю ну конечно же я заказала свои любимые вот эти средства стиральный порошок для белых и светлых тканей и для цветных тканей очень мне нравятся эти порошки классные они нет от них вот этого химозного аромата я бы сказал что у них вообще нет никакого аромата и кондиционеры вот эти вот эти вообще обалденные кондиционеры они мне нравятся тем что они очень очень густые и вот этой бутылочки реально хватает надолго вот я заказала цветочный и восточный мне больше нравится вот этот цветочный он такой ну прям роза пион что-то такое и ароматы не концентрированные не ядреные очень такие приятные белье очень приятно пахнет и все белье мягкое и еще появились новиночки тоже из этой же серии это освежитель воздуха а вот такие я взяла 21 акватический а второй вот такой цитрусовый девочки тоже очень приятный аромат здесь прямо свежие свежий такой а здесь от цитрусовый больше наверное такой лимонный лимон лимонно-мандариновый что-то вот в этом духе очень приятный тоже аромат тоже не яркие не навязчивые мне нравится так ну и плавно перейдем к одежде прошлый раз прошлый мой заказ я вам показывала я брала вот такую зеленую хлопковую маечку она с толстыми бриты личками идет вот такая и я взяла еще себе бордовую в размере с она прилегает к телу я вот эти маечки использую в качестве ну скажем так нижнего белья до сверху одеваю какой-то свитер что-то такое и вообще очень комфортно очень приятный хлопок мягчайший хлопок на самом деле качество вот таких вещей у фаберлик мне безумно нравится честно признаюсь ссылочки я вам как всегда все оставлю внизу инфобоксе артикула на все заказанные мной позиции но вот эту мачку девочки пока есть наличие я вам очень советую взять она есть вот такой зеленый цвет бордовый и по моему черная на еще есть ну вот я в этот раз взяла бордовый тоже под какой-то все в коте в котах у меня тоже чтобы у меня была чтобы а то вдруг думаю пропадут вдруг все все раз купят у меня будет одевать под низ вообще супер и самое главное в моем заказе девочки это вот такое вот потрясающее платье платье лапша она значит на сайте у них размер 42 44 следующий 46 48 я долго думала какой размер мне взять и решилась что все таки я хочу 42 44 сверху у меня будет все равно какая-то одежда я решила что как раз вот я хочу чтобы облегал она длинная и она очень качественная то есть вот сама ткань просто потрясающе девочки я сейчас вам примерю покажу как будет смотреться на себе но я нисколько не жалею что взяла именно такой размер ях я сразу говорю что это платье облегающие оно изначально такого кроя и я такой крой и хотела себе купить но я все-таки знаю что у меня есть животик поэтому я взяла себе утягивающие колготки как раз вот такие бежевые я думаю что отлично они подойдут но по цвету должны мне подойти вот вот такие вот потрясающие колготочки вообще колготки от faberlic я в прошлом году покупала они очень качественные тоже мне очень нравится ничем не хуже различных популярных марок скажем так и вот видите они должны утягивать как раз мне животик бедра то есть чтобы все было вот как говорится что все было красиво в общем сейчас вам девочки все покажу как все это будет на мне смотреться одену и покажу вот это платье на платье мне и цвет его очень нравится и в общем все 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 мне очень нравится вот конечно мне и животик я сразу скажу я не стесняюсь своей фигуры девочки нисколько сейчас я не одела утягивающие белье ну ну тянет совсем животик а не будет видно вот у меня есть такие курточки как раз с ними носить будет отлично по составу здесь 80 процентов вискозы и 20 процентов нейлон вот здесь вот такой вот получается ворот вот такой вот и он можно его спустить вот сюда на плечи а можно оставить как бы вот таким образом я буду носить его ну как-то так красиво уложу и будет просто супер но мне очень нравится но очень приятно к телу и она ну не сильно меня утянуло на самом деле очень комфортно и я даже рада что я в таком размере взяла не взяла размер больше мне кажется будет супер ну есть у меня животик ну это как это сказать трудовая мозоль издержки издержки производства девочки вот так что вот такой вот у меня потрясающая платьица вот и мне очень очень она нравится очень симпатично а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще, девочки, я вам сейчас хочу показать. Я на 8 марта заказывала одной девушке в подарок Павлопосадский платок. И не удержалась, конечно же, и заказала себе тоже два платка. Вообще, у меня есть Павлопосадский платки. У меня их два. Один такой шерстяной, огромный, черный с такими цветами. И второй у меня такой серенький. В общем, не удержалась. Девочки, заказала. Сейчас вам покажу. Так, один платок я заказала себе. Вот такой вот синий. Значит, размер взяла. Вот размер 89 на 89. Платок чисто шерстяной, набивной, шелковой бахромой. Вот такой вот я себе заказала. Здесь идет, я заказывала в официальном сайте, получила по Почте России и с наложенным платежом. Я решила так сделать в этот раз. Хотя обычно мне удобнее оплачивать онлайн, чем наложенный платеж. И вот здесь автор рисунка. То есть, это не просто платки, это еще целая красота прямо. Почему я заказала на официальном сайте? Потому что я знаю, что существуют подделки. Причем подделки Китай делает. Вот нашивают всякие такие бирки. Поэтому я решила в официальном сайте. И в официальных магазинах. Есть у нас в Питере магазины. Но я как бы заказывала, зашла на сайт, увидела такую красоту и решила заказать тоже себе. У меня есть темно-синяя куртка. И я сейчас стала носить платки. Потому что, когда такой воротник стойкой идет, чтобы меньше его, скажем так, пачкать куртку, не так часто стирать. Я стала носить и захотелось мне вот такой вот красивый, просто красивейший платок. Вот с такой бахромой, синий. Вот с таким вот красивым рисунком. И второй платок. Мне безумно понравилась вот эта расцветка. Вообще, в последнее время нравится вот такой цвет. Мне кажется, он мне идет. Он не желтит меня лицо, скажем так. Хотя говорят, что близко к лицу желтое лучше не носить. Но мне он очень понравился. И я не устояла, скажем так. Вообще, еще много таких платков мне понравилось. Точно такого же размера. Просто уже идет вот такая расцветка. Также шелковый бахромой. Там, кстати, очень красивые шелковые платки. Вот здесь вот, видите, называется на крыльях памяти. А вот этот синий называется сувенир. И здесь уже другой автор рисунка. Вот такая красота у меня. Вот я накинула вот этот синий, показать платок. Но вот эти платки, конечно, они безумно классные. Они настолько качественные. Они вечные, на мой взгляд. Вот здесь вот рисунок вообще очень красивый. Светленько можно к лицу. По бокам тут синее такое. Мне кажется, вообще супер. Мне очень нравятся девочки. Павлопосадские платки, я считаю их лучшими. Я не считаю их бабскими. И все в этом духе. Я считаю, что качество их просто выше всяких похвал. Вот. И они еще очень теплые. Вот у меня черный платок. Он вообще как двухнитка. Да, это называется, который такие прям теплые-теплые, зимние такой. И теперь у меня два вот таких вот. И вот второй вот этот желтенький платок. Тоже мне очень понравился. Мне кажется, он очень симпатичный. Вот. И вот. Ну, я так, да? Примериться. Вот. Очень красивые платки. И они очень такие, ну, очень качественные. Вот у меня, кстати, платок, который у меня есть, я его стирала в стиральной машине. Как вы можете понять, я все стираю в стиральной машине. И с ним вообще ничего не стало. Единственное, что я вот такие вещи все стираю с жидким средством. И чем-нибудь, и на режиме шерсти, или на ручном режиме, то есть что-то такое. Вот прям очень деликатная стирка, или на каком-нибудь там режиме шелк, или что-то в этом духе. То есть, вот, и обязательно с жидкими средствами, и какой-нибудь кондиционер, сохраняющий волокно, и защищающий цвет. Но мне очень нравится. Особенно вот этот желтый, кстати, больше всего понравился. А вот этот синий я просто взяла, потому что у меня есть куртка, к которой у меня, кстати, нет никакого платка. И теперь у меня будет вот такая вот красота. Вот. Так что заказала на официальном сайте. Мне кажется, они вообще очень-очень красивые, вот эти платки. И очень качественные. Я вам оставлю ссылку на вот эти платочки. Еще раз скажу. Так, доставка мне дошла, все собрали. В общем, я с утра заказала и оформила заказ с платой наложенным платежом, как я уже сказала. И мне на следующий день отправили. И пришло это все мне в такой просто, ну, как бы в пакете. То есть не в коробочке, а в таком пакете. Все было хорошо упаковано, все было хорошо завернуто. Вот. И дошло все это мне где-то дня за четыре почтой России. Вот. И я сходила на почту, быстренько все получила. И просто очень-очень довольна. Вот. Доставка у меня, кстати, была бесплатная. Но там от какой-то суммы доставка бесплатная. Вот этих вот платков. Но так как у меня было несколько штук, то, ну, не два, а больше. Вот. Поэтому, поэтому вот так вот. Вот. Так что буду на сегодня с вами, девочки, прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Ссылки оставлю внизу в инфобоксе. Всех люблю, целую. И до новых встреч. До новых встреч.